МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приезжают какие-то известные и полюбившиеся актеры, артисты, сценаристы. Кто точно подтвердил свое участие и приедет или в качестве жюри, или в качестве гостя? Да, мы можем сейчас сказать, конечно же, о жюри, нашим очень авторитетным, очень известным. Возглавит его Глеб Панфилов, это легендарный режиссер, я не побоюсь этого слова. И его супруга, она тоже будет жюри, Инна Чурикова, это тоже всеми любимая актриса. Они точно будут, они член жюри. Также очень примечательно, что Глеб Панфилов отметит свой юбилей у нас в Чебоксарах на нашем фестивале. Это тоже очень здорово, и мы будем его поздравлять, конечно же, все. Еще из Узбекистана у нас будет режиссер Камара Камалова. Она представит программу детских фильмов и будет судить еще как член жюри. Вот, а еще среди членов жюри у нас есть интересный кинокритик из Кореи. Вот, и если говорить о гостях, например, президент Чебоксарского международного кинофестиваля, это Карен Шахназаров, он обязательно прибудет 21 числа. Он представит один из своих фильмов «Мы из джаза» вместе с актером Александром Панкратовым-Черным. Он тоже среди наших гостей. Ну, в последние годы вот мы наблюдали такую специфическую картину, когда церемония награждения была, да, за призами выходил программный директор кинофестиваля Сергей Лаврентьев. То есть актеры не стремились приехать к нам. Вы с чем-то связаны, не жили только с деньгами, что вот денег нет, и мы не можем принять. Нет, 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 что вы. Конечно же, это занятость в первую очередь. И у нас бывает такая история, что, например, актер приезжал всего на один день, и он просто не смог остаться на церемонию закрытия, потому что вот он представил свой фильм и уже уехал. Потому что все 5-6 дней он находиться здесь не может, потому что у него идет съемочный процесс. Вот, с этим связано. Понятно. Ну, давайте о конкурсе поговорим немножко, да. Да, в этом году 12 кинофильмов представлено на конкурс. Притом есть такая особенность, я заметила, интересная, то, что некоторые авторы выставляют свои фильмы повторно. Вот 4 автора, да, они уже побеждали в нашем кинофестивале и опять приехали со своими работами. Вот это случайность, или вы целенаправленно выходите к этим авторам с приглашением еще раз поучаствовать? Или еще есть другой вариант? Может быть, нету больше желающих, и мы просто обращаемся к тем, кто уже был. Типа, ну, поучаствуйте, будьте добры. Нет, им полюбился наш фестиваль, конечно же, и они действительно очень достойные специалисты в этой области. Они представляют свои новые работы и стремятся, они сами выходят на нашего программного директора, который занимается отбором, и представляют свои новые работы. И мы всегда рады, если это действительно достойные ленты, представить их еще раз. А как вообще происходит отбор, например, на конкурс этих фильмов? Сколько изначально заявок поступает, и в итоге сколько выходит на финальную часть, когда жюри оценивает? Отбором занимается наш программный директор, как я сказала, Сергей Лаврентьев. Приходят заявки к нему. Иногда приходят, конечно, к нам в оргкомитет кинофестиваля в Чебоксарах, но мы направляем на просмотр к нашему авторитетному программному директору. Он дает добро, и, как правило, заявок в два-три раза больше бывает, и не все фильмы проходят в конкурс. Их очень честно всегда отсматривает Сергей Александрович и уже дает свое добро. Или говорит, что пока работы нет, пока еще в следующий раз может быть. Ну а вот если для показа, например, фильмов, как они отбираются? Наверное, какая-то есть идея у каждого фестиваля. Вот в этом году есть какая-то идея, например, под какую были подобраны фильмы? Фильм, конечно же, у нас главная идея – это межнациональное общение, это дружба между народами, потому что наш фестиваль все-таки называется «Фестиваль, посвященный кинематографу малых народов». И какая-то национальная нить, она вот присутствует во всех лентах основного конкурса. Спецпоказы. У нас в этом году 90 лет Мосфильму. Это легендарное событие, конечно же, и у нас будет специальная обширная программа. Это фильмы, полюбившиеся зрителям, но они будут показаны уже в новом канале. Они все оцифрованы, у них современный звук, они будут на большом экране демонстрироваться. Вот это легендарные ленты «Мы из джаза», «Иван Васильевич меняет профессию», «Зимний вечер в Гаграх», «Добро пожаловать» или «Посторонних вход воспрещено». Еще несколько лент таких вот интересных. А что еще в рамках юбилея Мосфильма? Какие-то еще будут мероприятия интересные? Да, у нас будет выставка «Музея Мосфильма». Эти экспонаты привезены из Москвы, из музея. Выставка откроется в первый день фестиваля, 19 мая, в кинотеатре «Сейспель» в 17.00 и будет действовать все дни фестиваля. Это будут костюмы, это будут кадры из фильмов, это будут афиши настоящие. Вот это очень интересно. Ну вот одно из новшеств этого кинофестиваля, то что будет еще одна конкурсная программа отдельная, да, фестиваль национальных киностудий. Вот что за фильмы там представлены, что за киностудии и чем они отличаются от основной конкурсной программы? Вроде там национальная, здесь национальная. Здесь вот впервые у нас борются тоже за приз эти ленты. Они у нас шли, к сожалению, в прошлые годы в неконкурсные программы, а сейчас их собралось 13, и они уже могут побороться за приз все между собой. Это тоже очень интересные ленты из разных регионов страны представлены, и также из Македонии. А из нашей страны это Хакасия, Якутия, Башкирия, Татарстан, Мариэл, Дагестан. Вот поэтому они будут между собой тоже соревноваться за приз. Специальное жюри будет его оценивать. А приз какой? Приз тоже. Это не золотая они, это специально изготовленный приз, у него тоже там есть особая идея, но это будет тоже очень ценный приз. И создатели всех фильмов будут присутствовать, они очень стремятся и рвутся уже в бой посоревноваться. Ну, это получается, фильмы сняты в национальных киностудиях, то есть в регионах. Ну, они не достойны, чтобы участвовать еще в основной конкурсной программе, то есть еще не доросли, да? Для них вот поэтому отдельная такая... Не то, что не доросли, они вот пока немножко другие. Некоторые, например, короткометражные, фильм длится 20 минут, понятно, что он вот еще не совсем для большого экрана. Вот. Некоторые действительно документальные, они или игровые и документальные, как-то вот такой симбиоз в фильмах присутствует. Вот поэтому у нас отдельная программа. Ну, это здорово же, что два конкурса. А из Чувашии кто-то будет представлять конкурсную программу? Да. У нас одна лента будет представлена из Чувашии. Тоже очень зрительский интерес уже большой, уже все болельщики обязательно будут присутствовать и болеть вот за нашего режиссера. Это лента Нарспи режиссера Андрея Васильева. А какие еще вот новшества есть в этом кинофестивале по организации, может быть, и там какие-то такие изюминки, которые могли бы зацепить зрителей? Конечно же, всеми любимая программа «Фестиваль фестивалей». Это тоже большой зрительский интерес каждый год к этой программе. Это фильмы, которые уже получили одобрение на других фестивалях и были отмечены вниманием зрителей. Вот. Поэтому эти фильмы тоже очень интересны. Одна из лент — это фильм «Трудно быть богом» Алексея Германа. Вот. Это тоже большой очень интерес со стороны зрителей к этой ленте. И она будет показана один раз в кинотеатре Сейспель 19 мая, 20.30. Вот. Также интересная лента «Небесные жены луговых морей». Тоже они очень многие слышали. Алексей Федорченко и сценарист Денис Осокин. Кстати, у нас в жюри национальных киностудий присутствует как член жюри. Вот. Вот эта лента, еще несколько лент. «Даловский клуб покупателей» и еще вот три ленты. Они все очень интересны. Ну и давайте еще вот такие организационные моменты, я думаю, которые зрителей волнуют. Какие площадки, на каких площадках будут проходить показ и как попасть туда? Самый главный вопрос. Каждый год все мероприятия кинофестиваля бесплатны. Это... Каждый год — это наша традиция. Вот. Зритель должен подойти в кассу кинотеатра перед сеансом и получить бесплатный билет. Вот. Все очень просто. Будут задействованы все кинотеатры Чебоксар. Я даже, наверное, их не буду перечислять, потому что их все знают. Плюс дворцы культуры, плюс национальная библиотека. Вот. В течение практически всего дня с утра и дневные сеансы, и вечерние будут проходить вот во всех кинотеатрах. Программа основного конкурса будет показываться два раза. Для тех, кто не сможет посмотреть в утренние и дневные часы, будет дублироваться вечером. В других кинотеатрах уже. Но если кто-то хочет посмотреть вместе с жюри, то нужно смотреть утром и днем. Жюри будет оценивать вот в утренние и дневные сеансы. Но можно пригласить на билет, например, заранее взять? Или все-таки нужно день в день? Желательно день в день, конечно же, потому что могут планы поменяться у людей, и не хотелось бы, чтобы пустовали какие-то места. Поэтому лучше день в день, когда человек точно знает, что он уже свободен в этот день и сможет посмотреть. Ну вот вы, наверное, знакомились с конкурсной программой. Что бы вы рекомендовали обязательно посмотреть? Может быть, есть какие-то претенденты 100% на призы? Или, по крайней мере, фильм, который получил какую-то там славу где-то уже? Все фильмы достойны внимания. Это, конечно же, так. Вот у нас уже не первый год финские картины в конкурсе участвуют и очень нравятся зрителям. И опять у нас будет финская лента. Поэтому я бы рекомендовала посмотреть все 12 фильмов обязательно. И плюс, конечно же, вот специальные программы, которые тоже будут очень интересны. Также будет для детей у нас прекрасная программа. Спасибо, что ответили на вопросы. Удачно вам провести фестиваль. Спасибо большое. Встретимся в кино. Спасибо.